всем привет в этом видео я вам хочу рассказать как я борюсь почвенными мушками которые называются грибными комариками а по-научному их название сциариды в общем это такие насекомые очень очень древние очень большая группа их там очень много разных разновидностей до конца эти насекомые еще не изучены рекомендую почитать про этих насекомых все подробно я вам рассказывать про них не буду в общем речь не про них а про то как с ними бороться это такие насекомые которые летают при переувлажнении почвы они питаются разложившийся органикой в грунте то есть добавили вы например сфагнум мог он внутри грунта так или иначе со временем начинает разлагаться и личинки этих насекомых с удовольствием и помогают этому процессу взрослые особи вылетают и всячески нам мешают когда их мало их не особо видно но когда их много у меня были такие моменты когда их просто летала целая туча туча и вы знаете скажу приятного об этом было очень очень мало потому что представьте себе ситуацию ты сидишь пьешь чай тихо спокойно собираешься сделать глоток а там уже на поверхности парочка из них пробует его на вкус в общем когда их мало они не представляют особой опасности а когда их много они помимо того что питаются органикой они могут перейти вполне себе на мягкие нежные сосущие корни растений поэтому бороться с этими насекомыми нужно и то что они у вас вдруг появились ничего в этом страшного и криминального нет это вполне себе нормально я периодически с ними борюсь и покажу как какими препаратами в конце я покажу свой любимый когда их мало летает там одну-две я вот увидел да и я включаю вот такую штучку вот такая штучка жидкость от комаров пластинки до комаров от мошек даже я видел пластинки я видел прямо написано от мошек но вот эти вот средства читайте внимательно есть отпугивающие а есть которые имеют инсектицидное средство то есть они убивают само насекомое да вот вы включили через какое-то время вы его убили понятное дело что вот эти два препарата никак не повлияют на личины которые находятся в груди это это понятно нам нужно будет подождать какое-то время когда они выглупятся опять полетят мы опять включаем розетку и снова здравствуйте эффективно работает много подделок я покупал разные пластинки они даже комаров иногда не убивали и не опугивали поэтому ищите пробуйте смотрите естественно нужно закрывать в окна чтобы не было сквозняка естественно нужно закрывать двери до чтобы опять таки не было сквозняка в общем как то нужно помещение закрыть тогда это будет еще эффективней но на моем опыте это работает поэтому пробуйте метод эффективный недорогой и вполне себе доступны я думаю везде потому что с комарами будет сюда во многих разных местах следующий препарат тоже очень эффективный вот на нем даже написано гром 2 это не реклама препарата если мне не платили но ребята реально эффективная штука просто посыпаете по поверхности грунта и чуть-чуть перемешивайте можно даже я так не делал но думаю что можно даже подсыпать сам грунт и перемешивать ничего думаю криминального в этом нет но реально работает очень хороший препарат вонючий признаюсь честно он имеет такой знаете какой-то неприятный химозный запах не могу даже вам сказать чем сравнить но имеет такой знаете неприятный запашок сквозь не чувствуется но такое дело есть стоит вообще какие-то сущие копейки по моему я покупал и рублей за 11 но что-то вообще очень 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 дешево так средство номер 1 2 3 ловушка клеевая левая ловушка знаете еще есть такие липкие ленты которые в рулончик такой раскатываешь и вот такие гирлянды можно навешать да конечно это выглядит стрёмно некрасиво и как-то честно скажем так себе но что поделаешь в борьбе все методы хороши взяли накупили этих лент навешали можно где-то повесить чтобы их не видно было да там за какими-нибудь листьями прикрыть вот а эти смотрите я купил ловушки они клеевые и они имеют такого желтого цвета предназначены они для перед для белокрылки но я думаю что вполне себе могут ловить и взрослых особей вот этих вот комариков до почвенных мошек я думаю вполне можно использовать тут такая большая это ловушка ее можно порезать на маленькие кусочки я еще даже не распаковывал не пробовал купил первый раз вот эти вот гирлянды у меня кстати были я их вешал клеил то есть они у меня весели в общем они у меня были и на них знаете так хорошо хорошо работает эта штука но дело ваше хотите покупайте хотите нет следующий способ мой любимый но он самый такой знаете знаете не дешевый то есть препарат октара порошки 4 грамма и видите тут такая блестящая голограмма есть я использую вот именно такую актару вот она 4 грамма так по инструкции для ковародский жук трипсы белокрылки щитовки ваш на счетовке так почвенные мушки грибные комарки 1 грамм на 10 литров воды вот один грамм на 10 литров воды но я обычно признаюсь честно я всегда соблюдаю инструкцию но под сактары я распадил 1 грамм на битро получается воды это как-то было по моему взгляду до малоэффективно поэтому я все четыре грамма на ведро сыплю все четыре грамма то есть на мою коллекцию всю палить пролить уходит четыре таких пачки порошка 4 ведра нужно проливать прям хорошо по всему грунту чтобы все впиталось чтобы вышло снизу вот то есть нужно хорошенечко сначала растение сушить а потом пролить вот этим вот раствором убивает личинок взрослых особи тоже убивает яйца вылупляются там по моему на на 2 или на третий день после того как взрослые самки откладывают но чем хорош этот порошок то что он эффективен после того как вы его нанесли до на почву он эффективен в течение 2 3 недель то есть даже если у нас остались какие-то особи которые вот они летают где-то там по углам по стенкам когда она вот надумает снести свои яйца порошочек в груди будет ее ждать поэтому такие нехитрые препараты пластинки фумигатор с жидкостью да это вполне себе рабочие методы я не знаю какими методами пользуйтесь вы напишите в комментариях обязательно и какой из них вам помог а какой из них вам ну вообще вот не помог как он вы разочаровались тоже напишите нам очень это важно всем спасибо за просмотр и ставьте лайк комментируйте деда пока так меняются идет